Здравствуйте! Сегодня мы покажем и попробуем на себе, как работает экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека. Первые числа декабря во всем мире посвящены борьбе с ВИЧ, со СПИДом. Тема эта, безусловно, актуальна. Соболевание очень распространено. В России на данный момент регистрируется около 1 миллиона 200 тысяч человек. В нашем родном регионе, в Курской области, около 4 тысяч человек. Один из форматов такой борьбы, помимо работы информационной, это массовое экспресс-тестирование всех желающих. Бесплатное, анонимное. И мы, как сотрудники Российского Красного Креста, являемся одними из тех, кто распространяет такие тесты. Они к нам пришли, и давайте посмотрим, что в нем, и потом его опробуем. Тесты эти распространяются либо для домашнего использования, для самотестирования, либо для экспресс-тестирования силами различных медицинских работников. Поскольку нужно колоть себе палец, я знаю, что это не всегда всем нравится, поэтому, может быть, стоит доверить себя профессионалам. Итак, есть набор, который непосредственно нужен для укола. Это спиртовая салфетка и такой вот скарификатор. По формату очень похож на те, которые идут в ручках, шприц-ручках для глюкометров. Нам это все пригодится сейчас. И вот такой пакет. Он запакованный с такой вот наклеечкой, которая не дает его открыть, чтобы он был одноразовый. Да, тут, естественно, все его технические документации. У нас есть такой же другой, уже открытый. В нем находится инструкция, сам тест и буферный раствор, который нужен для того, чтобы прошла реакция. Одноразовая, безусловно, упаковка. Открываем сам тест. Он вот такой вот. Кому-то может напомнить тест на ковид, кому-то напомнит тест на беременность. Ну, в общем, все эти тесты выглядят примерно одинаково. Да, это пластиковый такой кейс, в котором есть место, куда мы помещаем каплю крови. Данные тесты работают на сыворотке, на плазме, либо на цельной венозной крови, либо на цельной капиллярной крови. Именно с капиллярной кровью мы и будем его использовать. Пока я морально настроюсь, скажу вам, что пусть вас не пугает интерьер, в котором мы снимаем, просто мы находимся на конференции в другом городе, поэтому мы сейчас находимся в гостинице. Так-то мы живем в нормальных квартирах. Не пугайтесь. Итак, капиллярная кровь может попадать либо с помощью пипетки, либо с помощью висячей капли. То есть мы будем выдавливать ее из пальца, чтобы она прямо вот капнула. Я не буду использовать перчатки, потому что я тестирую сам себя. Логично, что если кто-то будет тестировать, то, безусловно, перчатки будут использоваться. Открываем сразу флакон с гоферным раствором. Сюда вот будем помещать образец. Напомню, что медработники, в том числе студенты медицинских вузов и колледжей, являются группами риска. Поэтому, безусловно, регулярное обследование важно. У нас, конечно, есть медицинские книжки, но, тем не менее, всякое бывает. Регулярное исследование может сохранить жизнь вам, может сохранить жизнь окружающим, потому что они будут в курсе того, что у вас есть заболевание, смогут защититься от вас, смогут начать лечение своевременно. Почему стоит обратиться к человеку, который сделает вам прокол за вас? Потому что себя мы все-таки жалеем, но ничего, сейчас я буду злее. Так, выдавили мы, наконец-то, каплю с Божьей помощью. Беда в том, что по методике висячей капли она должна именно упасть, свистнуть с пальца. Это оказалось не такой простой задачей, я вам скажу. Несколько попыток потребовалось, потому что она просто размазывается. Так что, конечно, с пипеткой повеселее. Но, тем не менее, пипетка – это дополнительные расходы, это уже другого уровня анализ, поэтому мы будем поддерживаться своей методикой, которую мы здесь освещаем. Так, когда мы капнули каплю крови, мы капаем две капельки вот этого буферного раствора, который тоже идет в комплекте. И теперь мы ждем, засекаем время. Считается, что от 10 до 20 минут должно пройти. Будет, здесь есть две полосочки – контрольная и целевая. Соответственно, если есть только контрольная, все хорошо. Если есть только целевая, контрольная нет, значит, тест бракованный. Ну, если есть две полосочки, то вас ожидают интересные новости. Так, ну что ж, 20 минут прошло. Похоже, меня интересные новости не ждут. Вижу только одну контрольную полоску. Так что, в общем-то, испытаем некоторые облегчения. Напоминаю, что медработники в группе риска не просто так. Мы постоянно находимся в контакте с различными жидкостями пациента. Не только с кровью мы можем получить ВИЧ-инфекцию. Ну и, к слову, помимо ВИЧ, естественно, разные другие заболевания. Поэтому где-то в каждом наборе шоковом, антивечевых укладках есть у нас всевозможные средства для обработки, экстренная терапия. Есть там, к слову, защита для лица и защита для глаз. Например, экраны для лица, которые мы, как правило, никогда не используем. Но, тем не менее, когда-то в некоторых ситуациях они могут оказаться нам крайне полезны. Помните, пожалуйста, об этом. Регулярно проверяйтесь. Надеемся, что вам никогда ролик про лечение спид не понадобится. Продолжение следует...